Знаете, что самое смешное? Все хотят заработать бабок на ютубе, но многие из них даже не знают, как завести свой канал. И чтобы вы меня больше не мучили своими детскими вопросами, вот вам короткий видеоурок о том, как завести свой канал на ютубе и грамотно его настроить. Ну а хули вы хотели? Думали, зарегали канал и сейчас попрет? Не, пацаны, так не работает. Пахать вам придется и днем, и ночью. Хотя, зачем я вас пугаю? Сами все увидите. Первое, что вам надо сделать, это завести электронную почту в Google. Если среди вас есть инозавры, которые не знают, как это делать и где это искать, ссылка будет в описании. Переходите и регистрируйте аккаунт. Я думаю, вы в состоянии сами зарегистрировать, и вам моя помощь точно не нужна. Тогда просто промотаем этот момент ради экономии вашего времени. После регистрации аккаунта, вам станут доступны все сервисы Google, в том числе и YouTube. Я же говорил, вы справитесь. Молочаги. Прежде чем покорять сердца своих фанатов на YouTube, нам надо создать и грамотно оформить ваш будущий топовый канал. Переходим на главную страницу YouTube и в правом верхнем углу жмякаем кнопку «Войти». Указываем логин и пароль, которые создали при регистрации. Многие наивно думают, что на этом регистрация заканчивается и канал будет создан автоматически. А вот хрен вам, а не барабан. Канал еще нужно создать. Этим мы с вами и займемся. В самом верхнем углу жмем на логотип аккаунта и выбираем пункт «Творческая студия». Перед нами огромная синяя надпись «Создать канал». Туда, собственно, и нажимаем. Тут все просто, как в детском саду. Указываем название канала и нажимаем кнопку «Создать канал». Все, канал создан и полдела сделано. Теперь осталось его правильно настроить. Тыкаем вот сюда и выбираем уже знакомый пункт «Творческая студия». Под названием вашего канала есть ссылка «Посмотреть канал». Не забудьте добавить вашему каналу чуть-чуть привлекательности. Обязательно установите аватарку и добавьте оформление канала. Возле большой красной кнопки есть шестеренка. Жмем. В открывшемся окне обязательно ставим галочку напротив пункта «Настроить обзор». Еще один важный пункт – вкладка «Обсуждение». Это специальный раздел для комментариев ваших зрителей. Не забудьте установить пункт «Отправлять на обсуждение». Если, конечно, не хотите, чтобы вас поливали говном малолетние школьники и люди, которым нечем заняться. Обратите внимание, теперь у нас есть нормальное меню, с которым мы можем работать. И первым делом переходим во вкладку «О канале». Тут обязательно добавляем пару строк о вашем канале. Это нужно для правильной SEO-оптимизации вашего канала. И не забываем добавить ссылки на ваши социальные сети. Ну а куда без них. И не забываем выбрать страну. Это нужно для дальнейших настройок вашего канала. Возвращаемся на главную страницу вашего канала. Когда у вас будет достаточно видео, ее необходимо упорядочить, чтобы зрителям было удобно пользоваться вашим каналом. Нажимаем на кнопку «Добавить раздел» и выбираем, какие компоненты мы хотим развести на главном экране. С настройкой вашего канала почти закончено. Теперь переходим в настройки, пункт «Канал». Первым делом подключаем возможность проводить прямые трансляции. Эта функция требует наличия подтвержденного аккаунта. Тут ничего сложного нет. Вводим номер телефона, получаем SMS с кодом активации, вводим его в соответствующее поле и все готово. Все, теперь ваш статус подтвержден. Вы можете пользоваться дополнительными плюшками YouTube. Например, проводить прямые трансляции. Рассмотрение заявки обычно занимает около суток. Так что моментально выйти в прямой эфир у вас, увы, не получится. А теперь, ребятки, очень внимательно. Сейчас будет самая важная часть настройки вашего канала, о которой благополучно забывает около 80% всех новичков. Переходим в пункт «Дополнительный» и указываем ключевые слова вашего канала. Ключевые слова – это своеобразные мета-теги, благодаря которым ваш канал будет находиться в поиске по релевантным запросам. Обязательно установите галочку напротив пункта «Показывать в списках рекомендованных каналов». И при желании подключите к своему каналу Google Analytics, если обычной аналитики вашего канала вам недостаточно. Не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы ваши изменения вступили в силу. Вот такой вот коротенький видеоурок получился. Если видео оказалось вам полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Давайте так, если этот видос наберет хотя бы пару десятков лайков, я запишу следующий урок, посвященный созданию и развитию вашего канала. Ну а на этом у меня все. До встречи, ребятки!